Аплодисменты, игрушки, цветы в перинатальном центре в часы выписки новорожденных – это картина обычная. Но надолго счастливые семьи здесь не задерживаются. Следом на выход готовятся другие мамы и малыши. Роддом, как его тогда называли, был построен в 1974 году. Его потенциала хватило на несколько десятилетий. И когда возникла потребность в более современном медицинском учреждении, именно на его базе возник перинатальный центр в составе городской больницы номер 9, которая специализируется на здоровье матери и ребенка. Впрочем, еще до конца года должен быть построен новый перинатальный центр, где будут учтены все требования современной медицины. Краснодарский край всегда был в передовиках. И вот сегодняшний разбор показал, весь мир старается делать крупные родовспомогательные отделения. Все специалисты под боком, и это та идеальная модель для всей страны. Профессор Виктор Одзинский, руководитель научной программы семинара «Репродуктивный потенциал России. Версии и контроверсии». Идеолог мероприятия, президент Междисциплинарной ассоциации репродуктивной медицины. На семинаре отмечают, материнская смертность – основной цивилизационный показатель в России снижается. Та федеральная программа, которую сегодня реализуют и строительство в Сочи, которая завершается, и в Краснодаре построены, вне всякого сомнения вызывает, как результат дает снижение младенческой смертности и материнской. Сегодня Краснодарский край – один из лучших. И это не мои слова, это слова министра здравоохранения России. Искоренение предрассудков и ошибок – так формулируется главная задача семинара. В этом году он привлек на несколько сотен участников больше, чем в прошлом. В программе обсуждение научных докладов, презентация новых медицинских препаратов. Есть и практические занятия, прямые трансляции из операционных. В заключительный день работы семинара «Репродуктивный потенциал России» 13 сентября состоится открытая лекция. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.